Всем привет! Так, даже не знаю с чего начать, с первого или со второго. Вообще изначально я хотел записать ролик просто с моим топом музыки. То есть рассказать вам о той музыке, которую слушаю я. Так как в мой директ приходит очень много сообщений, где вы просите. Типа мол, Буря, расскажи какая музыка тебе нравится, что ты слушаешь и что ты думаешь о конкретных исполнителях. И в принципе я проснулся именно с этой мыслью сделать этот ролик. Но потом я прочитал еще одну новость, о которой я просто не мог промолчать. И решил, что я сделаю один ролик и расскажу вам про обе темы. Да, это не реакция на что-либо, но я хочу об этом сказать. Ибо наши звезды просто охренели в своих высказываниях. Топ музыки будет в конце. И я надеюсь, что вы досмотрите ролик до конца и узнаете, кто лично мне очень близок в музыкальном плане. И чью музыку я слушаю каждый день. Возможно, кому-то это тоже понравится и мы с вами будем на одной волне. Итак, готовьте чай, кофе или что-нибудь покрепче. Я начинаю. Прежде чем начать, хочу спросить, а ты уже подписан на наш канал? Если еще нет, обязательно сделай это прямо сейчас. Не забудь нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые видосы на нашем канале. Также приглашаю в наш инстаграм. Всем welcome. Короче, проснувшись утром, мне в новостной ленте бросилась новость, которая касается бывшей выскочки из Дома 2 Алены Водонаевой. Помните ту участницу из Тюмени, у которой были кривые зубы, волос практически не было. И сиськи были вот такие. И которая сейчас возомнила из себя, что она мега селебрити. И думает, что может открывать свой рот и при этом оставаться леди. Так в чем соль? Как-то уже была тема, что эта курица оскорбляет полных людей. И говорит, что ей противно с ними в лифт заходить, в бассейн купаться, ну и все такое. Знаете, лично я отношусь к любым людям одинаково. Будь то толстый, будь то худой, рыжий, черный, инвалид, не инвалид. Вообще без разницы. Главное человек. И это называется, как по мне, толерантность. Я сам, как вы видите, толстяк. И принимаю это и спокойно с этим живу. Но, блядь, почему какая-то курица из Тюмени будет обзывать всех толстяков и говорить свое фи при этом? Я лично не хочу, чтобы какая-то Водонаева меня так называла. Пусть лучше за собой смотрит. Так вот, на какое-то время про эту силиконовую особу из Тюмени все забыли. И она решила, видимо, опять высказаться во всеуслышание. Теперь видите ли, у нее претензия к бортпроводницам компании Аэрофлот. Алена в очередной раз позволила себе некорректно высказаться в адрес полных людей. Чем вызвала волну негатива в свой адрес? Ну и неудивительно, ведь это можно назвать тем же расизмом. Только расизм это когда человек высказывается в адрес другой национальности. А тут, в принципе, по поводу внешности. Водонаева в своем инстаграме опубликовала разгромный пост в адрес бортпроводниц, имеющих лишний вес. Сука, ты на себя посмотри, мешок с силиконом. Еще и туда же. По ее мнению, такие сотрудники не могут в полной мере обеспечить безопасность пассажирам. Так как в случае непредвиденной ситуации, они просто не смогут быстро переместиться. Из-за того, что попросту не пролезут в двери. Броньё! Бартышка, ну ты реально глупа. Жир это не камень. И в любые двери полные люди входят. И это точно. Но наверняка ты говоришь это для хайпа. Полные люди могут войти в любую дверь и не только в дверь. Это говорит тебе я, толстяк со стажем. Короче, подписчики атаковали звезду негативными комментариями. Осуждающие ее грубые высказывания в адрес полных людей. Причем, заметьте, это ее подписчики, которые ее же и не поддержали в этом. В ответ на критику, Алена сообщила, что любой человек, живущий в обществе, должен беспокоиться не только о себе, но и о безопасности окружающих. Блять, ну так думай об окружающих. Не зацаряй силиконом планету, например. Короче, поэтому девушка призвала всех полных стюардесс компании Аэрофлот немедленно сесть на диету. А если они не сядут на диету, то им просто не место в компании Аэрофлот. Ёбаный в рот, да как так-то, а? Слушай, ну это, наверное, уже не твое дело. Где им место, а где им не место. И вообще, следи за собой. То, что ты каким-то образом там стала богачкой, ну вопрос тут спорный. Сама-то ты из себя ничего не представляла, что тогда, то и сейчас. И вот для того, чтобы опять появиться в новостной ленте, ты решила оскорбить просто людей. Запомни, среди твоих подписчиков и поклонников есть наверняка и полные люди, и худые люди, и люди с ограниченными возможностями. И высказываясь в очередной раз про кого-то, подумай, что в первую очередь ты делаешь больно не мне, не компании Аэрофлот, или не толстому дяде Васе, там, в соседней квартире. А ты оскорбляешь своих подписчиков и поклонников. Но если таковые, еще, конечно, у тебя есть. И да, я даже помню, как во времена Дома-2 ты говорила, что тебе очень страшно подходить к людям-инвалидам, что они в коляске, и что ты некомфортно себя с ними чувствуешь. Но это бред. Алена, будь умнее. Силикон вкачать в тебя и выйти замуж за богатого, но это дело не хитрое. И много ума не надо. И ты всегда помни о том, что ты обычная девка из Тюмени, с маленькими сиськами, с кривыми зубами и с тремя волосинками в четыре ряда, какой ты была, когда пришла на проект. И уж поверь, я-то тебя помню, и я-то тебя очень хорошо знаю. Поэтому призываю тебя, Алена, извиниться в адрес всех полных людей. Тем более некоторые люди полные не из-за того, что у них рот не закрывается, и они жрут как собаки, а из-за того, что у них реальные проблемы со здоровьем. Тебе не приходило это в голову? Задумайся, если у тебя есть чем думать. Аминь. Ладно, отойдем от негатива, и я, как обещал, расскажу вам, кто в моем топе музыки. Очень много было вопросов в гире, чтобы я посоветовал кого-то клевого, и кого будет реально клево слушать. Ну и что слушаю я? Типа, мол, чувак, буря, ты обозреваешь музыку, и наверняка слушаешь очень много разной музыки. Пожалуйста, напиши, кто на твой взгляд, типа, достоин быть. Что ж, не вопрос, я, конечно, скажу, мне это не сложно. Я, конечно, очень люблю музыку, и, как правило, это не песня Алены Водонаевой. Ха-ха-ха. В приоритете я слушаю исключительно западную музыку, и мне безумно нравится стиль Индии. Такой не тяжелый, а лайтовый, и такой мелодичный и лиричный. Я слушаю в основном музыку, которая не очень популярна в России. Все эти раскрученные бренды, типа, Джастин Бибер и так далее, для меня это неинтересно. А музыка, которая не раскручена в России, она реально очень клевая. Да не... Конечно, я могу слушать любую музыку, и мне что-то даже нравится из российского производства. Но, как правило, я не могу слушать такие песни долго. И очень быстро удаляю их из своего плейлиста. Я слежу за всеми новинками, которые выходят в России. Слушаю как Бузову, так и Алексеева, и Лободу. Всех по чуть-чуть. Одним словом, новинки, которые вышли, я их обязательно послушаю и сделаю вывод. Но сразу скажу, в 95% случаев это шлак. Музыка с запада никогда мне не надоедает. И я реально релаксую, и получаю удовольствие от прослушивания. Все длительные переезды межгород, или просто когда я работаю в фотошопе, ну или просто иду по улице, я всегда наслаждаюсь своей любимой музыкой. Короче, давайте по-быстрому расскажу, что и как. А вы в комментариях мне напишите, понравились вам мои примеры или нет. А также мне интересно, что слушаете вы. Напишите мне в комментарии, и я обязательно это послушаю. И, возможно, даже возьму в свой плейлист. Вообще, знаете, на Западе, и в частности в Америке, до сих пор очень популярно записывать друг другу диски. Да-да, обычные CD. Где люди записывают друг другу свои любимые песни. Составляют их, там, не знаю, по настроению, по временам года. Ну, просто делают такой сбор. У нас, к сожалению, этого нет и, наверное, уже никогда не будет. Потому что у нас до сих пор слушают Малинина, Кобзона и Льва Лещенко. Это печально, что мы топчемся на месте и никак не можем перейти этот рубеж 90-х. Хотя вокруг столько крутой музыки. Итак, точну, пожалуй. Я очень люблю группу Silverson Pickup. Да, возможно, она для кого-то покажется несовременной. И молодняк ее не поймет. Но эти парни делают реально качественную, крутую музыку. Она лиричная, с очень красивыми текстами и мелодией. Советую вам послушать. Эту группу я слушаю исключительно тогда, когда мне хочется немного рока в настроении. Или когда хочется просто подумать. Да-да, как ни странно, под нее очень хорошо думается. Ну, лично мне. Любимая песня у группы The Royal We. Далее я хочу рассказать про недавние открытия для себя. Это новый проект Макса Фадеева «Иссая». Я вообще, знаете, очень резко могу слушать российский рэп. Ну, или как там его назвать. Но этот проект вскатил с первого раза. Недавно у Иссайи вышел альбом. И я реально заслушал его до дыр. Очень качественный и очень крутой. Песня «Мама» трогает прям реально до слез. Был ребенок. Моя жизнь, мама. Вся в облаках расписана. Дует там, где под дождем, мама. А песня «Может, я пропал»? Ну, прям да, прям в точку. Советую послушать тем, если кто не слышал. Может, я попал в тебя как дым. Может, я перегорел в тебя как хит. Но я не погиб. Я жив. Пожалуй, еще одно открытие для меня. И прям буквально на днях открыл я для себя этот проект. Проект называется «Монеточка». Услышал и все. На репите. Да, возможно, проект проходящий. И, может быть, ничего толкового из него в дальнейшем и не выйдет. Но на данном этапе песня под названием «Каждый раз» очень крепко сидит в моей голове. И мне это дико нравится. Вы слышали? Что думаете о этом проекте? Напишите мне в комментариях. В моем плейлисте также есть песня от исполнителя Билли. Да, сейчас многие из вас начнут типа ржать надо мной и писать типа «Фу, мальчики не должны слушать такую музыку». Но, черт подери, мне в свое время, да, действительно нравилась группа «Токио Отель». И мне безумно нравилась их пиар-линия. И вот Билл Каулиц подзрослел. И помимо основной работы в группе «Токио Отель», он стал делать еще свой сольный проект, который назвал Билли. У него такая лаунж-музыка, под которую, опять же, легко подумать, помечтать или просто пройтись по улице. Очень крутая и близкая мне тему по духу. Песня «Калифорния Хайтс». Ну, тоже прямо на репите. Послушайте обязательно, если вы еще этого не слышали. В этом выпуске, пожалуй, хочу выделить еще группу «Дикто». Наверняка в России вообще о ней мало кто слышал. Но у нее прям очень реально крутые песни. И в этой группе очень реально прослеживается вот этот тот самый инди-стиль, который мне так нравится. У них есть песня «Thank you», которая прям безумно мне нравится. Эта песня очень сильная и песня как бы благодарность за весь мир. Слушаю всегда. Слушаю всегда. С этой группой меня поднакомил Александр Сюткин, когда я был в городе Львов. Это в Украине. Александр Сюткин, для тех, кто не знает, является очень известным режиссером. Мы снимали клип на одну из песен в Украине. И вот когда мы возвращались со съемок, и нам в этот день нужно было вроде бы уже как улетать, нас Александр вез на своем, я сейчас помню, BMW по Львову и пел вот эту песню. Песню «Thank you». Все в самолет, я нашел эту песню в интернете, закачал ее в свой плейлист и весь полет слушал эту песню. Мне безумно понравилось. С тех пор группа дикта в моем плейлисте надолго. Очень крутые ребята, рекомендую послушать. Да, кстати, хочу напомнить, что все ссылки на песни, указанные в этом ролике, я оставлю под этим видео. Также очень люблю песню Гэри Стайлса «Think of the Time». Это бывший солист группы «One Direction». Прям очень крутая песня, если вы не слышали, послушайте обязательно. Вот в таком стиле я очень люблю песни. Если вы знаете песни в таком стиле, скиньте мне, пожалуйста, в комментарии, я обязательно их послушаю. Конечно, в моем плейлисте есть песни и Кристины Кошелевой, и Макса Свободы, и Басты, и группы Слот. Но я, к сожалению, не могу очень долго и часто слушать песни на русском языке. Мне начинают они надоедать. Кстати, сегодня прям буквально послушал новую песню у Кристины Кошелевой, которая вышла как бы саундтреком к какому-то там фильму. Я не смог не прокомментировать. Я даже написал Максиму Александровичу Фадееву, что, типа, Максим Александрович, вы взяли крутую певицу с крутым вокалом и сделали из нее кого? Юлю Савичеву. И если бы я не знал, что это поет Кристина Кошелева, я бы подумал, что это поет Юля Савичева. Бред. Короче, в этих песнях просто наверняка нет драмы какой-то. Конечно, многие сейчас начнут мне писать в комментариях, типа, мол, Буря, ты че, это же все старье, это же, типа, старые песни, старые группы и бла-бла-бла. Новинки-то, типа, где? Где новинки? Но знаете, у меня в этом ролике не было идеи рассказать про суперновинки. Целью было рассказать то, что мне нравится и что слушаю я. Какие проекты, какие песни и какие группы в моем плейлисте. Вот это мой стиль. В этом весь я. И я прусь от этого. Я могу еще много чего посоветовать и о чем рассказать. Но ролик не резиновый. Если вдруг вы реально хотите еще больше узнать о музыке, которую я слушаю, или которая мне интересна, черканите мне в комментарии. Я обязательно расскажу про музыку, которой очень мало в России. И которая малоизвестна, например. Очень много существует на Западе артистов, которые не раскручены в России, но их музыка очень крутая. Поэтому пиши, расскажу. В данном ролике рассказал о некоторых песнях, которые реально слушаю каждый день. Ну и которые мне вообще не надоедают. Ну, как-то так. Ну, на сегодня, думаю, хватит. Сказал, что хотел и надеюсь, вы досмотрели этот ролик до конца. Если слышите данные слова, ставьте плюс в комментариях. И я пойму, что вы досмотрели этот ролик до конца. Не забывайте подписаться на канал, нажать колокольчик, поставить лайк, подписаться на инстаграм. Все. Всем хорошего настроения. Увидимся.